Добро Честность, доброта к людям и порядочность Эти основные жизненные ценности сопровождают героиню нашего фильма с самого детства И являются залогом успеха как в трудовой деятельности, так и в семейной жизни Со своим вторым мужем Михаилом Татьяна Коваленко познакомилась уже в зрелом возрасте У каждого на тот момент были свои дети Сейчас это большая и дружная семья, в которой подрастает трое внуков Самая младшая Юленька Как случилось, видно, это судьба Невозможно стало жить без тебя Видно, счастье к нам приходит лишь раз Поняла я это только сейчас Мне не нужно ни афиш, ни цветов Мне не нужно ни друзей, ни врагов Мне нужна моя родная семья Мы вообще оказались не одного знака зодиака Стрельцы по характеру такие взрывные, горячие И нам знакомы говорят, что вы, конечно, не уживетесь вместе Ну, слава Богу, уже живем, радуемся И мы с ней проводим 24 часа вместе Потому что я работаю вместе с ней И вроде бы постоянно вместе А вот как куда-то она уезжает, или я там То начинаешь скучать Самое главное, я считаю, ее качество, которое мне больше всего нравится Это надежность У нас две большие внучки Уже есть Хотим, внука? Мальчика Мальчика, да? Да? Ты, братика, хочешь? Хочешь, братика? Сестриечку Сестриечку, а братика? Да Тоже хочешь? Дома, в окружении близких и родных людей Татьяна Григорьевна хорошая хозяйка Заботливая бабушка, мама и супруга На работе заслуженный деятель в области фармацевтики Раменского района Опытный и в меру требовательный руководитель достаточно крупной аптечной сети В ее подчинении сплоченный коллектив неравнодушных к своей профессии людей Татьяна Григорьевна – это мой учитель в профессии Которая меня практически очень многому научила в профессиональном плане и в личном Я всегда с момента, когда пришла, очень хотела быть похожей на нее Ну и даже сейчас иногда ловлю себя на мысли, что на многие вещи где-то смотрю даже ее глазами Вы знаете, чтобы держать в руках такую сеть женщине Это очень много надо и здоровья, и знаний, и квалификации, и авторитета, я бы сказала Потому что она пользуется огромным авторитетом у сотрудников Татьяна Григорьевна Коваленко с детства мечтала быть врачом Будучи ребенком, лечила домашних животных После окончания школы сомнений с выбором будущей профессии не было Татьяна твердо заявила родителям – буду поступать в медицинский институт Отец Татьяны был инженером, много сил вкладывал в образование детей И к такому решению отнесся с уважением Папа у меня до конца жизни остался инженером, рационализатором Его мозг работал постоянно, он всегда что-то придумывал Даже дома у нас всегда были какие-то новшества То есть это вот инженер, определяющее, как бы было слово инженер Определяющее понятие в его деятельности Потому что он все время генерил У него были идеи, именно технические какие-то моменты Вот он сделал соковыжималку шикарную, все соседи нам завидовали Приспособил какой-то там двигатель от стиральной машины Какие-то железки У нас была лучшая соковыжималка в поселке И все ходили к нам, значит, папа всем давал Когда вот был урожай яблок, пожили в собственном доме Все пользовались вот изобретением моего отца Самое главное, то, чему меня родители научили Это честность и порядочность И доброта по отношению к людям Семья Коваленко проживала в небольшом провинциальном городке на Украине В Харьковской области Но пределом мечтаний молодой, самостоятельной и решительной девушки была Москва Именно туда Татьяна Коваленко и отправилась поступать в первый мед Я узнала все, прочитала о Первом Московском медицинском институте И вот так лелеяла мечту туда поступить Приехала в Москву Совершенно огромный, новый для меня город Пришла в приемную комиссию Первого Московского медицинского института Увидела уже сложившийся конкурс И конкурс в медицинские факультеты меня немножко испугал У меня в приемной комиссии предложили сдать документы на фармацевтическое отделение института Поскольку мне очень нравился предмет химии И были неплохие успехи по этому предмету Я вот так вот не задумываясь согласилась Практика у нас была на полях, в лесах Мы заготавливали лекарственные растения, мы делали гербарии Трудились на ботанических огородах Выезжали на Западную Украину На совхозы, которые выращивали лекарственные растения Первый медицинский институт в Москве Татьяна Коваленко закончила с красным дипломом Поэтому ей была предоставлена возможность выбирать Место дальнейшего трудоустройства по распределению В областном аптечном управлении Татьяне Григорьевне предложили город Раменское Недолго думая, она согласилась Я помню первый день, когда я спустилась с лестницы моста Я увидела центральную площадь В 1971 году она, конечно, имела своеобразный вид Деревянные здания еще здесь были Было много каких-то ларьков Не очень меня впечатлил Но впечатлило здание аптеки Оно было каменным Если вам сказать, вы не поверите Что все аптеки вплоть до маленькой Расположенной в сельском населенном пункте Были производственными А производственная аптека Она требует больших площадей Должна быть ассистентская комната, где готовят лекарства Должна быть комната дистиллиационная, где гонят воду дистиллированную Стерилизационная, где материал Расходные, вспомогательные материалы стерилизуют То есть наличие больших площадей И вот этим время отличается Вот сегодняшняя аптека От предыдущих аптек То, что производственные функции требовали Больших площадей Мы все умели готовить лекарства Потом постепенно Наша промышленность стала перестраиваться И рецептов по индивидуальным прописям Врачей становилось все меньше и меньше Поэтому, конечно, количество производственных аптек стало резко уменьшаться Молодой и перспективный специалист Татьяна Коваленко После окончания вуза полностью посвятила себя выбранной профессии И довольно быстро продвигалась по карьерной лестнице Моя функция была обследование аптечных точек Сеть тогда была большая Весь район Причем в аптечную сеть центральной аптеки Входили аптечные пункты первой группы Даже при фельдшерских пунктах И поэтому моя работа была такова Что я изъездила весь Раменский район Узнала его географию Узнала людей Узнала аптечные и медицинские учреждения И потом уже Алексей Георгиевич предложил мне Ответственную работу для того времени Заместителем рецептурно-производственного отдела И ответственным за учет и расходование наркотических средств Зарплата в те времена специалистов была очень маленькая И, конечно, молодой девушке хотелось иметь более большие доходы Поэтому я всегда подрабатывала Я дежурила в этой аптеке Аптека была круглосуточная Я подрабатывала в других аптеках нашего района В Быково В свои выходные дни я готовила там лекарственную форму Мне очень нравилось На тот момент центральной аптекой в Раменском Руководил Иосиф Георгиевич Мурадов Именно он принимал начинающего провизора Татьяну Григорьевну на работу Именно он стал ее учителем И именно о нем теперь уже генеральный директор Фармакон Татьяна Коваленко вспоминает с особой теплотой и дрожью в голосе Он сыграл основную роль в моем становлении как специалиста Привил мне любовь к профессии и вообще к городу Раменске Хотя сам он был не раменчанин, он жил в Москве Но вот Раменске стал для него родным городом Иосиф Георгиевич был уникальным человеком Кроме того, что профи до мозга костей Он еще был перфекционист То есть любое дело, которое он брался Он делал настолько идеально И заставлял таким же образом относиться к работе всех остальных То есть он был для нас гуру Он был для нас учителем Иосиф Георгиевич научил любить свою профессию с добротой и терпением Относиться к людям, которые обращаются за помощью в аптечный пункт Трагедию, произошедшую в 2003 году, сотрудники аптеки восприняли как личную В 2003 году произошла трагедия Погиб Иосиф Георгиевич Вот его не стало Мы ехали на конференцию в Москву И на Волгоградском проспекте попали в автомобильную аварию Я была тоже в этой машине Но я сидела сзади Я практически не пострадала Ну, несмотря на то, не учитывая там некоторых А у него было лобовое столкновение Он был не пристегнут И он через 5 дней ушел из жизни Восприняли это как право, будь это лично? Конечно, конечно Все восприняли Все сотрудники Все сотрудники фармакона, аптечной сети Воспринимали это как личную трагедию Потому что настолько он был для нас Вот такой основой, таким стержнем И настолько мы были защищены при нем Что нам, женщинам, было страшно Потому что в нашей профессии Конечно, большинство женщин работает Поскольку у нас было акционерное общество То вот акционеры на собрании Которое произошло после смерти Юсюберча Избрали меня генеральным директором Болеющий за свое дело Мне кажется, так как она знает эту работу Как она знает фармакон вообще Как она переживает за него Таких руководителей, наверное, нет И я хочу сказать Она очень хорошо относится к коллективу Мы работаемся здесь очень давно Под ее руководством И ее отношения Это многого стоит На новой должности Татьяне Коваленко Пришлось изучать азы экономики Налаживать отношения с поставщиками И представителями местной администрации Первое время приходилось очень непросто У нас сеть была образцово-показательная Мы отличались тем, что во всех аптеках Был на должном уровне фармпорядок То есть качество продукции Которую мы реализовывали населению Мы всегда обращали очень большое внимание Уделяли большое внимание качеству Пришла я сюда молоденькая девочка Рядовым специалистом Работала и училась в вечернем институте медицинском Ну а вот после окончания Татьяна Григорьевна стала моим наставницей В общем-то она постоянно меня курировала Постоянно она меня контролировала Спрашивала И слезы было И все было Но профессионал высокого уровня Татьяна Григорьевна И как руководитель И как специалист Я много что у нее В общем-то подчеркнула в своей работе Дисциплина и стремление к знаниям Вот что руководитель Коваленко требует от своих сотрудников Не исключением является и сын Татьяны В аптечном доме Максим возглавляет отдел маркетинга и рекламы Начинал я карьеру свою в Формакон Я работал сначала водителем Изначально У нас был такой микроавтобус Форд Я возил товар по аптекам Там ездил за товаром куда-то в Москву Если надо было У меня особого отношения нет Ко мне Татьяна Григорьевна Также меня спрашивает Как со всех своих подчиненных Для многих аптечный дом Единственное место работы После окончания института Специалисты здесь задерживаются надолго И все благодаря руководителю Татьяна Григорьевна с радостью принимает И молодых начинающих провизоров Они у меня в основном все женщины И конечно я хотела пожелать Чтобы все было замечательно в их семьях Мы все знаем их беды Потому что они делятся Мы все знаем их радости Мы вместе проводим время У нас замечательные корпоративные праздники Юбилеи День медицинского работника Новый год Мы проводим вместе Она прошла наверное все азы в этой аптеке Поэтому очень грамотный человек Как женщина Она понимает всех своих сотрудников Всегда встает на их сторону В любой жизненной ситуации Только одни хорошие отзывы Это комплекс Во-первых положительной энергии Во-вторых энергии просто Такого уровня Человек которому всегда все интересно Который заряжает своей энергией всех С которой Как говорят Всегда можно пойти в разведку С ней всегда очень интересно Ей всегда все интересно Все что происходит в профессии Все что происходит в мире Все что происходит в жизни Это просто вот такой замечательный человек во всем Очень многие сейчас уходят от социальной направленности Никому это в принципе не интересно Татьяна Григорьевна Она всегда настаивает на том Что социальная функция Она практически первична Татьяна Григорьевна бережно хранит и продолжает Традиции созданные в аптечном доме Главное из которых с огромным почтением и уважением Относиться к ветеранам Валентина Александровна и Руфина Николаевна Частые гости в кабинете Татьяны Кваленко Вместе они обмениваются воспоминаниями О том как начинали свою трудовую деятельность Сами готовили лекарственные препараты И продвигались по служебной лестнице У нас есть ветераны Которым далеко за 90 лет Которые призывались из этой аптеки Из других аптек района На Великую Отечественную войну Которые дошли до Берлина Имеют награды И конечно мы их ценим Это такое поколение Которое дает фуру Всем нынешним поколениям Фармацевтам У них такой жизненный запал Такая жизненная энергия Представляете за 90 лет Они еще могут и песню спеть И стих рассказать И еще воспоминаниями поделиться Знаете как они следят За всеми достижениями Вот когда мы с ними встречаемся Они мне все говорят Вот эти ангрибы в газете читали Вот Татьяна Григорьевна Слышали вас по телевидению Вот такая аптека стала красивая Вот и мы знаем Что население района Доверяет только фармакону А мне как приятно Слова слышать Мы с Татьяной Григорьевной Работали долго Мы были замы с ней Потом я ушла на пенсию Она стала генеральным директором Вот это сильнейший руководитель Умнейший Она с отличием закончила Институт Это о чем-то говорит Вот И у нее постоянные Постоянные требования Качества Культура обслуживания Чтобы ассортимент был Полностью Сейчас они в интернет вышли Я уже вижу объявления Смотрю телевизор И по телевизору наши препараты Аптека Край передовой Здесь не бывает поздно Или рано Районной Выборно судьбой Ты именинница Татьяна Это ей посвящено Мы ветераны Доброта к людям Честность и порядочность Дома эти черты характера Помогают сглаживать Острые углы в отношениях А на работе Добиваться успеха Татьяна Григорьевна Коваленко Знает точно Что жизнь наша Есть не что иное Как стремление к добру Безусловно Поддержка идет на всех уровнях Даже вот с Юлей Там посидеть Хотя она и работает Она пока не пенсионерка Она не на пенсии Она работает Но тем не менее Там вот Без вопросов То есть на выходные Посидеть с Юлей Там если нам супруга Что-то надо куда-то поехать Там без ребенка То это безусловно Юля его очень обожает Можно сказать Я занимаюсь Допустим помидорами Она огурцами И все у нее там На хозяйстве Конечно Замечательный сад Цветы 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 Вот никто не верит Что вот И у нас есть соседи Что вот такие вот Татьяна Григорьевна Вроде работает Не вроде бы А работает руководителем Но с огорода Вообще просто Ее видят только Узбеку у нас нет У нас Узбеку нет Мы все сами делаем Как можно говорить Женщина Которая с Украины Как она готовит Она готовит Только все чудес Великолепно Борщи И все остальное Поэтому Никаких вопросов Нет Так быстро Проходит жизнь Я смотрю Детские фотографии Кажется Что это было Совсем недавно А на самом деле Очень большой Период жизни Прошел Я вспоминаю Свою семью Маму Папу Которых нет Живых Я очень люблю Свою сестру Которая пошла По моим стопам И тоже Стала провизором Все это Перенесли На семью Михаила Дмитриевича Мы теперь Все на месте У нас Взрослый сын 42 Женей Да? 43 43 года У нас Дочь Она такая же Как Максим На год старше Света И вот Максим У нас Две внучки Третья Вот маленькая Две уже взрослых Совсем Мы надеемся Что они будут Счастливее нас Это мечта Любого родителя Мы очень этого хотим И конечно Мы с отцом Делаем все возможное Чтобы так И было В этой жизни КОНЕЦ Продолжение следует...